МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо огромное президенту. Мы имеем возможность сегодня направлять финансовые средства напрямую в армию. На сегодняшний день около 800 миллионов мы на 1 потратили. Фактически сделали двойной запас всей амуниции. В отделение медицинской реабилитации онкодиспансеров Ставрополь поступило современное оборудование, которое позволит проводить процедуры сразу двум пациентам. Об этом сообщили в Управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона. Также в медучреждении приобрели новую систему для диагностики и реабилитации больных по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ставропольском крае». В Невиномыске планируют выпускать 50 тонн трикотажа в месяц. Нарастить производство поможет апробированная технология для изготовления качественного полотна и современное оборудование, сообщили в Министерстве экономического развития Ставрополья. На фабрике будут работать больше 30 человек. Компания сможет обеспечить текстильной продукцией швейные предприятия края. Школу на улице Федеральной в Краевой столице планируют сдать в эксплуатацию в следующем году. Администрация Ставрополя заключила прямые договоры на покупку оборудования общей стоимостью около 79 миллионов рублей. Об этом сообщили в Комитете региона по госзакупкам. Строительство ведут в рамках нацпроекта образования, который курирует Минстрой и Минобор Ставрополья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова